как нарисовать портрет положение профиль привет я дарья поздняк и сегодня мы разберем как рисовать портрет положение в профиль это продолжение видео где мы разбирали фасовое положение и так как обычно сначала я сделаю быструю зарисовку легко набросаю а потом мы поговорим про пропорции и про то на что нужно обращать внимание когда вы рисуете профиль это кажется что положение фас и профиль это самое легкие положение с них надо начинать на самом деле это не совсем так но на них хорошо проходить пропорции именно поэтому мы с вами с них начнем и так я сделаю легкий набросок теперь вернемся к нашим пропорциям о которых мы прошу раз говорили помните от роста волос до бровей от бровей до кончика носа и от кончика носа до подбородка те же самые пропорции а мне опять маловат немножко лоб я могу спустить немножко бровь пониже вот эти значит три положения три момента опять должны быть одинаковые 1 2 и 3 1 2 3 а дальше важный момент на что нужно обращать внимание мы можем начать какого-то место рисовать например с переносица одно из самых правильных решений сейчас я сразу намечу глаз теперь важно следить за вертикалями вот например основание носа . где ноздря будет ли она находиться до вот этой вертикали если вдоль по глазу проводить либо она будет с этой стороны этой вертикали либо она будет четко на вертикали мы проверяем и смотрим в данном случае она немножко левее находится и нос довольно сильно будет выдаваться вперед у носа также есть нижняя площадка в каком месте носа будет выход вот этот который идет губам опять же проверяю вертикалью смотрю где конкретно он будет посередине этой площадке или смещен сюда или смещен сюда я в данном случае он вот здесь а линия центру губ будет ли она горизонтальной или наклонена в эту сторону или наклонена в эту сторону у меня и теперь вертикалью смотрю насколько перестык вот здесь будет к следующей губе не факт что они пойдут как вот все любят рисовать очень часто бывает большой перескок и нужно посмотреть насколько он будет под губами та площадка которая в тени которая в прошлый раз вам рисовала она здесь тоже есть ее тоже нужно наметить также сразу смотрю как выходит подбородок и где он выходит по вертикали то есть можно поставить вертикаль приложить и посмотреть в каком месте основываясь на том что мы уже нарисовали он должен выходить у меня это немножко смещено вот примерно где переносится у меня ближе чуть-чуть со смещением сюда в сторону глаза что в принципе я правильно наметила верхняя площадка подбородка и нижняя площадка подбородка так сейчас мы все это поправим добавим сначала добавим все остальные точки потом все это соединим значит от брови до роста волос насколько расстояние ухо насколько она отнесена от брови меня смотрите вот это вот расстояние бровь до уха идет еще ну где-то полтора раза то есть не мое ухо придется подвинуть примерно вот сюда так же я смотрю где у меня по горизонтали ухо где вот эта точка верхнее ухо я прикладываю на фотографию туда карандаш и смотрю эта линия у меня должна по фотографии приходится примерно ну примерно вот сюда так что ухо я немножко опущу вот но вообще это ухо здесь его хорошо посмотреть по такому вот алгоритму то есть вы от кончика носа проводите линию и от брови проводите линию параллельно но но ведете их к уху под каким-то углом и как правило именно на вот эту высоту здесь ухо и будет просто оно будет не так горизонтально отнесено оно будет немножечко вот со смещением хотя может быть и смотря как человек здесь наклонил голову но вот этот вот алгоритм вот так визуально себе как бы две линии поставили и посмотрели проходит по не попадает сюда ухо или нет у меня так здесь уже идут волосы здесь идут волосы теперь мы можем также чтобы вам было лучше видно сразу заткать тоном более активно так же уходят вот эти дополнительные линии в тон что нам конечно же плюс так и теперь можно более подробно нарисовать глаза и вообще все остальное смотрите глаз сбоку так глаз это шарик на него сверху на глазу смотрите есть радужка и зрачок соответственно вот от него на некотором расстоянии отнесены века верхняя века нижняя вот века верхняя и века нижняя они имеют свою глубину то есть у глаза одна глубина у этих есть толщинка который мы в прошлый раз говорили и соответственно эта толщинка но вот эту вот разницу она и влияет соответственно я буду здесь намечаю радужку зрачок а века будет как бы вы сделано и здесь можно немножечко на этом даже делать утрирование небольшое утрирование хуже от этого не будет на вот этом именно перескоки так дальше идем к носу обозначаем тоном верхнюю нижнюю губу как вы видите я не обвожу по силуэту это опять же даст уплощение так мне бы в этом положении не хотелось выводить сильно тон в принципе так все понятно сейчас немножко дополнительные линии еще пройдусь смотрите здесь мы сейчас тоже отделим переднюю сторону от боковой как и на том на тех рисунках чтобы вам было понятно значит вот это боковая сторона височная зона потом идет отсюда от ухо скула и как вы помните вот тут примерно есть у нее скажем так крайняя точка которая идет вот сюда к подбородку то есть вот эта площадка она как бы горизонтально а вот эта площадка лицевая и вертикальна вот это соответственно боковая сейчас я боковую веду в тон это все нужно для того чтобы вы понимали как работать с тоном и как накладывать штрих так потом вот здесь вся площадка под бровью она почти вертикальная поэтому она всегда в тени я не буду сам глаз закрашивать чтобы он не слился со всем остальным примерно вот такой расклад и сейчас я просто выделю какие-то моменты чтобы вы не потерялись по стилизованной рисунке когда вы уже будете обводить уже разобрав конструкцию здесь уже можно более живую линию использовать можно уже не так обрубовочный делать я вам сейчас так рисую чтобы было легче для понимания вообще конечно можно делать это более красиво так и боковая часть шеи тоже передняя часть и боковая значит от уха вот сюда идет мышца эта вот часть будет боковая и задняя в данном случае так как я показывала здесь все боковую тоном я эту часть тоже тоном веду передняя часть шеи она сложнее чем просто передняя боковая вот здесь вот есть еще несколько членений вот но об этом другой раз есть как бы передняя часть узенькая дальше идет боковая на этом отрезке опять небольшой кусочек передний как раз который за это мышц отвечает как бы толщинка скажем так это мышцы он обычно световой и вот сюда уже идет теневая часть у женщина лучше сильно с этим параметром не играть чтобы не сделать их похожих на мужчин вот в данном случае я думаю нужно закончить на следующих уроках мы поговорим дальше о других моментах портрета на этом все с вами была дарья позняк ставьте лайки подписывайтесь на канал до новых встреч до новых встреч